Как вы на промежу? Какой классный участок? Какие у вас есть варианты и выше? И не студенты тоже, если не у вас? Не студенты, а сейчас. Ну, если есть студенты, то знаете, значит... Ну, я начну с того, что в школьном курсе физики, насколько я знаю, всегда, когда начинается какой-то курс физики, всегда фотография какой-то ученого, чья тема будет связана с этими законами, явлением и так далее. Поэтому я, то, что я говорил, скажу, и в принципе, вы это можете спокойнее взять с сайта интернет-поскопа, ничего нового нет, но, в целом, ваше внимание на вас и на каких-то ученых, которые, на наш взгляд и на мой взгляд, оставляют, но оставляют вас интерес, чтобы вы в будущем сделали правильный выбор своей профессии, потому что от этого зависит, ну, как. Поэтому вот начну я с того, что сколько номерских премий по физике? Всего 2000, начиная с 2001 года была включена первая номерская премия по физике, это в области рентгенов. Вы знаете, что в 2005 году, хотя открытие было в 1895 году, когда была учрежденная на выскопе, но получил рентген в 1905 году, и до сих пор в любой научной штате, если вы встретите его в X-Ray, это означает рентгеновское изучение. По-другому они не пришли. В 2005 году рентген получил вот эту новую премию. Единственный человек из всех, которые 200 человек ставил в области, единственный человек, который не поехал получать. И всего, что он получал, он не единственный, что отказался. И причина отказа была такая, что я очень занят своими экспериментальными видами и не поехал. До сих пор пока такого человека нет. Сумма, которую он получил, по сегодняшним меркам составляет 42 тысячи долларов. Ну, если переводиться. Но, к сожалению, по математике Нобелевской премии нет, причине не скажу, но ее нет. Заменяют по математике в другой области. Но сумма пошли равна с ними. Премия не получалась в 16, в 31, в 34, в 45, в 42 году. Понятно, была война. Поэтому вопрос это был остановлен. Казара, когда читает. Нет, нет, я еще все это на тех, кто читает. Назад, 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 назад. Еще, еще, еще. Еще, еще. Там текст есть. Вот, стоп. Я хочу прочитать вот этот текст. Можете самого тоже читать. Одно время. Одно из основополагающим наук в нашей планете является физика и ее закон. Ежедневно мы пользуемся благами ученых физиков, которые уже много лет работают для того, чтобы жизнь людей стала комфортнее и лучше. В шестовании всего человечества построены на законах физики. Хотя мы об этом не задумываемся. Благодаря кому у нас дома в количестве ветвей может лежать, летать на самолетах по небу и плавать по бескрайним морям и океанам. Кто же эти самые известные физики, те работы измели нашу жизнь. Их много, достаточно многих человек. Мы не можем сегодня обратиться. У нас там, ну, по времени. Но я хотел бы это сделать, как понимали, на некоторое. Ну, ввиду того, что уже за работой говорить об Артеме Исааке Шарикане, я не хочу на это, значит, давать время. Потом Ашута вообще говорит тоже про Юрия Анастасова, Юрия Анастасова, и начал раздавать газеты. Был разгонщикером газет и стал директор института физики. Посмотрите, какой путь вот прошел. Есть специальная книга, которая называет «Площадь и воспоминяет одно». Я не буду на это, потому что уже не буду на время свое тратить на все, что тут будет дальше говорить. Перейду я на другую память, которая, на мой взгляд, тоже представляет интерес. Буду говорить про Ремена, который, ну, мы тоже про Исаака Альтона, вы со школьного курса знаете все законы Ньютона. Первый, второй, третий. Но он не только создал законы Ньютона, но он создал физическую оптику, основу современной физической оптики, и списка работ Мюникунчёда, физика, математика и астрология уделяется в две работы, одна из которых была написана «Оптика». То есть, к сожалению, в те годы еще не было, Номбельской премии не было, поэтому он не может получить. Но по фундаментальной лавке, которая им была выполнена, он, конечно, давно заслуживает. Дальше идёт. Ренген, ну, мы даже не можем представлять, насколько важно вот его открытие, которое на сегодняшний день есть, не только в фундаментальной науке, в медицине, в обществе, в истории, в археологии, в биологии, даже в философии тоже. То есть, то открытие, которое было, мы порой это не замечали, если идти в обычном поливленике, на обследовании мы используемся, закон Ренгена позволяет нам проводить наши обследования. обследование. Поэтому открытие Ренгена представляет огромное значение для всей науки в целом. Тесла, ну, он, скорее всего, был больше изобретателем, а потом физиком, потому что потом все изобретения перешли в законе физики. Вот. Тесла открыл переменный ток, беспроводные передачи нефти, электричества. Коркоров в конечном итоге привели к открытию Ренгена и создали машину, которая вызывала колебания поверхности земли. В те годы, вот, в 1943 году он уже начинал первые разработки по роботам. Потом на сегодняшний день, вот, когда Ашута дальше говорила, как раз эти роботы, в принципе, эти роботы применяются в зонах экстремиальных, где человек не может подойти к пожитам. Это космос, это зона радиации, это зона, где идет геологическая континета раскоски, это зона, где обначинают месторождение алмаза, золота, то есть где человек не может поступиться, применять вот эти роботы. Мария Кирюз-Кладовская. Это женщина, которая до 1934 года, которая была достойной образованием планы. Ну, не буду я читать, первая она, то есть, большинство жена была в 1903 году, после Ренгена. То есть, в принципе, Ренген был в 1901 году, она очень была активная, и, к сожалению, благодаря тех экспериментальных работ, которые она выполняла в последовании, ульяне радиация, она оказалась самой жертвой. То есть, радиация управлял на меня, и она заполела и скончала. То есть, это, как он говорит, сама стала жертвой своей работы. Ну, благодаря тому, что со своим межем первым, они сделали много очень декоративных поясов. Декоративные учёные, которые, благодаря которым было установлено, как просвечивается Ренген, можно было обнаружить силуэт, и определить, что легенские мучения имеют, его свойство имеют прохождение. Не только поглощение, часть какой-то, например, часть поглощения, основная часть, она проходит. Поэтому этот эффект был в первой инге. И то, что сейчас маршрута раньше показалось, что электрон в одной счастье ел в одной, это и, в принципе, не надо. Слава. Значит, правильно нажимать? Слава. Есть или нет? Нет. А, ну, Андрей Дмитриевич Сахаров, известный физик, теоретик, который был, ну, это именно такая история, что он был, например, в том, что занимался большим фундаментальной наукой, он был большим общественным деятелем, принимался правозащитником, но и в результате это какой-то период жизни он был выслан из Москвы, он был именем нескольких наград, не высыл с труда. И, конечно, в свое время его решили, потом в остальное. Но то, что он создал, то, что он в науке сделал, это колоссально. До сих пор не всем удалось, то есть он является создателем водородных бомбов. Хотя, когда есть биомемуары, есть воспоминания. Когда я водородную бомбу разрабатываю, я понял, что я, в какой вред я приношу человечеству. То есть люди, которые взяли, одновременно знают, чем это может кончиться. Поэтому, ну, к сожалению, он был период жизни, когда его немножко обидели, но потом все это восстановилось. Но в памяти есть фонд Андрея Сахарова, который на сегодняшний день тоже помогает молодым ученым физикам, аспирантам получить. И меня как-то посчастило это фиане в 1984 году был семинар, он в основном и я, но как слушатель семинара, во власть в стране выступал, и он сказал, рассказал про свою большую теорию, он сказал, из этой теории, что вы говорите, можно шубы шить? То есть теоретик, который занимался чистым, когда фундаментально, ему было интересно, а что можно, эту формулу, какой прикладной может заниматься? Шубу можно шить? Он растерялся на два штата. Потому что люди такого, сколько врага, их интересуют не только фундаментальные теории, но они интересуют их применение тоже в обыденной жизни для человечества. Это девчонок, который, а гречанин, он век живой до сих пор, но он болен, физически болен, поэтому он даже практически не может самостоятельно двигаться, но разработал твердеще на время чего ждёт, то есть, и я верю, получивший название излучения. То есть, тоже является благодаря многодетским приемниц, поэтому я хочу почитать. А, есть две, давай другую. Продолжение будет другую. Продолжение следует... Физика знаменитых достаточно много, но всех, конечно, невозможно пересидеть, поэтому мы ограничиваемся. Приведи вот эту математику. Ну, дальше мы перестерем. А, там, там, нет. Это невероятно. Продолжение следует...